Константин Назимов Пролог «Бей сильнее, он же очухается сейчас!» Звучит чей-то нервный голос. В животе разгорается боль, удары осыпают меня с ног до головы, во рту кровь, глаза открыть невозможно, о сопротивлении говорить не приходится, даже защититься и поставить блок не могу, непонятно, что происходит. «Да утопить его в луже и делу конец!» – предлагает кто-то. «Чувствую, что меня тащат прямо по глине и окунают в жижу с головой. Мозг начинает приходить в себя и сопоставлять необъяснимое. «Точно помню, что пару часов назад находился в городе и на природу выезжать не планировал. Даже если мой босс решился развлечься, то где он смог отыскать зимой жару и грязь в лесу? Хрень полная!» «Но в легких начинает гореть, воздуха не хватает, пытаюсь вырваться и получаю пару ударов по почкам. Суки знают, куда бить!» «Тем не менее, выворачиваюсь из захвата и перекатываюсь в бок. Держали меня не так профессионально. Резко вскакиваю на ноги, босые ступни разъезжаются в глине, поскальзываюсь и падаю, но с удивлением обнаруживаю, что меня окружает пяток пацанов и тройка девок. Одеты нападающие странно. У парней длинные рубахи, подпоясаны ремнями, шаровары, а на ногах лишь у одного сапожки. Остальные босы. Девки все в сарафанах, с косами и не накрашены. На вид компании лет по пятнадцать. В отдалении корзинки валяются, а рядом с ними рассыпана вязанка хвороста. Прокачиваю ситуацию и мысленно удивляюсь. Как это меня могла такая шпана отмутузить? Хочу задать пару вопросов, но из горла вырывается мычание, перед глазами меркнет. Разряд! Доносится голос. Электрический ток прошивает меня в районе груди. Тело выгибается дугой. Глаз открыть не могу. Вокруг негромко переговариваются. Кто-то размеренно надавливает мне на грудь. Звучат короткие приказы. Монотонный писк раздражает. Разряд! Вновь подпрыгивает тело, адски печет и горят все органы. Особенно обращает на себя внимание рваная и пульсирующая боль в районе живота. А-а-а! Туда же попало не меньше трех пуль из Макарова. Воспоминания нахлынули разом. Своего босса провожаю к машине. На бешеной скорости вылетает старая иномарка, у которой опущены боковые стекла. Прыгаю на спину своего охраняемого и заваливаю того перед дверью машины, которую терзают пули из автомата. Звон стекла, запах бензина, шипят пробитые шины, но покушение не удалось. Водилу жаль, но с ним неприятельствовал. Разные взгляды на жизнь. Мимоходом отмечаю, что угрозы нет. Вздергиваю блеющего что-то босса и направляю в сторону ресторана, откуда мы минуту назад вышли. «Представительская машина премиум-класса не загорелась, но теперь только на свалку. Выпустили в нашу сторону не меньше пары рожков АК-47. Не тачка, решето. А я же ни разу и не выстрелил, хотя толку от моего травмата. Он и шпанута не всегда отпугнет». «Ваня, что это?» – заикаясь, спрашивает босс. «Убить вас кто-то возжелал или напугать?» – отвечаю, а сам подталкиваю его ко входу в кабак. «Неужели вернулись лихие девяностые? Мой подопечный заседает в думе, владеет парой заводов через подставных, естественно, лиц, но в разборках не участвовал. Кому-то дорогу перешел. Хрен их знает. Я-то заступил на службу всего пару недель назад и в круг близких доверенных не вхож. Командир к себе подтянул. Сказал, что работка не пыльная, главное лицо делать тупое и мышцами не бравировать. Сейчас такое не в тренде. Странно? Вот и мне так показалось. Но спорить не стал. Деньги нужны. С женой разбежались. Хвала богу, что детишками не обзавелись. А так-то мы с командиром не один сухпоёк и в вылазках разделали. Служили в горах, пытаясь то ли примирить, то ли поссорить выходцев с гор. Удачно ты ему попала, рассмеялся пацан. Меня скрутила острая боль в паху, а сам вновь валяюсь в грязи и где-то чирикают птички. Кукушка кукует. — Пацаны! Михус стада гонит! Валим! — прокричал кто-то, и мимо меня пробежали обидчики. — Встать не могу. Пошевелиться тоже. Даже глаза и тени открываются. Бред? Скорее всего. Ведь из дверей кабака вышел интеллигентного вида мужичок. Чуть пошатываясь и не обращая на меня с боссом, внимание крикнул. — Такси! И по девкам! На секунду перевел взгляд в сторону дороги, а потом раздались пистолетные хлопки из глушителя. Киллер все правильно сделал. Сперва пара пуль досталась моему охраняемому, потом мне. Упали мы рядом, а киллер спокойно подошел и произвел контрольный в голову босса и в меня. Точно помню, что пуля обожгла висок, и тогда-то решил, что все. Отгулял на белом свете Иван Чурков двадцати восьми лет от роду. Прямой в сердце раздается голос, и в мою грудь вонзается игла. Адреналин врачи пытаются вернуть к жизни. Если правильно оцениваю полученные раны, то это не лучший вариант. Повидал коллег после таких выстрелов. Влочить жалкое существование. Благодарю, но желания нет. Врачи же пытаются бороться. Вновь разряд. И пара писков вселяет в них надежду. М-да, предсказание горца, что достигну своим мечом и умом многого, не сбылось. Да и старик явно из ума выжил. За правнука переживал неделю, найти не мог. А пацан в ущелье сорвался, ногу сломал. Я его случайно отыскал, когда стоял в боевом охранении. Мы тогда впятером на вылазку отправились. Командир же настоящим мужиком оказался. Да и задание вышло нехлопотным. Приказал пацана до дома доставить. Вот по горам я его на себе двое суток и волок. Толком не понимал ничего. Языка-то их не знаю. А по-русски тот всего пару слов разумел. Но дорогу показывал. Оказался в горном кишлаке. Старый аксакал меня долго благодарил. Хотел денег дать. А у самого сапоги в ремонт просятся. Уважаемый, я же не за награду. Отрицательно покачал я головой, глядя на мятые купюры в руках старика. Мало? Поинтересовался тот. А у самого в глазах искринки и даже морщинки разгладились. Пацана жалко усмехнулся я, а потом попросил. Мне бы водички. Да пора в обратную дорогу своих догонять. Не переживай. Догонишь. Погладил старик в задумчивости бороду. Однако, отблагодарить тебя обязан. Пошли. Он развернулся и направился на выход со двора. Пожал плечами, последовал за ним. Нет, о награде в тот момент не помышлял. Молодой. Романтика в душе. Никакой меркантильности. Да и что взять с бедных горцев. Хотя у них могут быть припрятаны ценности. Но мне они без надобности. Живым бы из передряг выбраться. Минут двадцать шли. Старик оказался крепким и шустрым. Я за ним еле успевал. И вот мы оказались на ровной площадке одной из многочисленных гор. Странно, удивленно покачал я головой, осматривая нанесенные рисунки и явные письмена на незнакомом языке. Есть чему удивиться. Кругом горы, воздух разрежен, а тут дышится легко, жара не ощущается. Да и сама площадка метров десять на десять идеально ровная и без единой выбоины. В центр встань, приказал дед. Да, он сказал это таким голосом, что ослушаться его почти невозможно. Даже шаг сделал, но желание немедленно подчиниться в себе поборол. По сторонам осмотрелся, ремень автомата поправил и спросил. «Нахрена?» «Все, что могу, отблагодарить этой малостью», — непонятно ответил тот. Не чувствуя угрозы, я выполнил его требования. Старик речитативом что-то на своем гортанном языке произнес, а потом руку приложил к одному из символов. Блин, вихрь в центре площадки меня охватил. Думал, сейчас поднимет воздух и швырнет в ближайшую пропасть. Но нет, обошлось. А вот письмена замерцали различным цветом, старик же продолжал под нос себе бубнить, а вторую руку к небу поднял. Такое ощущение, что он чего-то там просит или требует. Минут пять это заняло. Аксакал бесил на камнях прилег. Я же в недоумении к нему подошел. Сам никаких изменений не ощущал. — И что же это ты делал? — спросил, склонившись над стариком. — Благодарность. — хрипло ответил тот. — Тебе в этом мире отмерено немного времени. Потом уйдешь в другой, но души не потеряешь. Объяснения я не понял. На уточняющие вопросы дед отвечать отказался. Решил, что он верит в потусторонние силы и проводил один из ритуалов. Конечно, странно это все, но делиться ни с кем этим происшествием я не стал. Реакцию предвидел. И в лучшем случае на смех подняли бы. Из-за ула ушел и вскоре со своими встретился. Вернувшись к мирной жизни, попытался учиться, заниматься бизнесом, таксовать, делать ремонты. Легче сказать, чем не занимался и за какую работу не брался. В итоге стал телохранителем неудачным. Карьера не задалась. После происшествия у ресторана меня уже никто охранять себя не поставит. Бесполезно, доносится голос. Нам его не откачать. Последняя попытка устала, отвечает кто-то. Разряд. До меня доносится равномерный писк медицинского аппарата, предназначенный следить за сердцебиением. Моим. По лицу бьют крупные капли дождя. Все тело избито. И двинуть ни рукой, ни ногой не в состоянии. По щекам скатились капли и попали на губы. Соленый дождь или слезы? Да ну нафиг! Уже и не помню, когда это я плакал. Радует одно, зубы целы. А то сейчас вставить новые слишком дорого, а денег нет. — Эх, паря, ты не от мира сего, — пробубнил чей-то голос, и меня взяли за шкирку и подняли из грязи. — Да, знатно тебя отмутузили. И чего не убег? Ты хоть живой? Вопросы кто-то задает, а глаз открыть не могу, как язык повернуть. Что-то странное. Речь незнакомца плавная и гортанная. Его прекрасно понимаю, но говорит он на незнакомом мне языке. Как такое может случиться? Нет, похоже, действуя в бреду на операционном столе происходит. Это все выверт мозга. Меня тем временем положили на травку, в ухо чирикает кузнечик, а мужик начинает ощупывать на предмет переломов. Хм, действует здоровисто и грамотно, даже в штаны заглянул и пробубнил, что не так все и страшно. Мой спаситель лицо мне отер моей же рубахой, и глаза я смог открыть. Бородатый, со старым шрамом на щеке и когда-то сломанным носом, склонился надо мной. — Ты кто? — спросил я его. — Ба, да ты никак заговорил. Эх, тебя отдубасили, даже язык стал слушаться. Удивленно покачал он головой. — Где я? — задал я второй вопрос, а у мужика зрачки расширились, а рука на рукоять тесака на поясе легла. — Так все там же! — криво усмехнулся он в ответ. Приподнимаюсь и осматриваюсь. А пушка перед лесом, дорога разбитая, стадо коров, на небе тучи, птички поют. — Но данное место мне незнакомо. С чего это мозг такую картинку выдает? Взгляд цепляется за басую ногу. Она моя и мне же не принадлежит. Мой сорок шестой и большой выпирающий палец никак не могли измениться на максимум тридцать восьмой и без родинки. Сглотнул и поднял глазам ладонь. Пальцы тонкие, кожа не грубая. На лицо упали волосы длинные, а не мой короткий ежик. Что, черт возьми, происходит? Попытался встать, голова закружилась. Продолжение следует...